Девушки отдыхают В Казани, где ему предложили искупаться, узнал Салават Махмадулян. Футбол не только на стадионе. Как казанцы встретили первый матч в родном городе Лилины Зинатолина. Миллионные инвестиции и безграничные перспективы. Все, что здесь будет нарабатываться и будет закрыто периметром Татарстана. Чем в Иннополисе займется мировая кампания, узнал Дмитрий Иринин. Вперед к традициям! В Татарстане стартовали с Абантуи. Какие они сегодня на празднике плуга в Келючинском районе, узнал Рамин Шайдулин. Кенгуру как талисман команды и французская Марсельеза после долгожданного матча. Сегодня Казань окрасилась цвета мирового футбола. Столица провела первый матч Мундиаля. Впервые в мировом чемпионате был назначен пенальти с помощью системы видеоповторов. И это случилось именно у нас. Игру между сборными Франции и Австралии на Казань арене смотрели более 41 тысячи человек. Справился ли стадион с таким аншлагом? И как последнюю милю преодолевали зрители матча, чтобы это выяснить, к ним присоединился Сергей Хайдаров. Это день абсолютно точно самый важный для всех казанцев. Ведь столица республики наконец-то принимает долгожданный матч. Австралия, Франция. Огромное количество туристов, но все боятся той самой последней мили. Не знают, что их ждет, что за испытание, и чтобы его облегчить. Уже возле метро Козья-Слобода работают прекрасные девушки-волонтеры. Расскажите, где находятся шаттлы, которые доставят меня до последней мили? Вон там вот, на остановке. Зрители матча Австралия-Франция на стадион доставляют сразу 48 шаттлов. Они отправляются с остановок Кремлевская и Козья-Слобода. Курсируют они очень часто, с интервалом примерно 3 минуты. Кстати, вот один из таких шаттлов подошел прямо сейчас. До долгожданного матча остается меньше получаса, и мы видим, что шаттл совсем полный. Давайте прямо сейчас пообщаемся с некоторыми зрителями. Комфортно вам добираться до стадиона? Очень удобно, очень комфортно. Мы приехали с Нижнекамска, то есть спокойно добрались на метро. Метро было абсолютно для нас бесплатным. В прекрасной компании с любителями футбола мы подобрались еще ближе к стадиону. И надо сказать, что этот путь составил не так уж и много времени, всего 5 минут. Очень комфортно и самое главное, без пробок. Пойдемте дальше. Добро пожаловать. Дорога на последние мили кажется не такой уж и долгой, благодаря вот таким вот прекрасным девчонкам-волонтерам. Безусловно, сегодня самый счастливый день для всех пешеходов, потому что вся дорога сегодня только для них. Ну и как видите, мы уже практически пришли к стадиону Казани-арена. Очень интересно, какие меры безопасности там сейчас перед матчем. Дорога последние мили мне показалась достаточно длинной. Но хорошо, что здесь есть волонтеры. С ними путь кажется короче. Хочу сказать, что путь до стадиона не вызвал никаких проблем. Сначала бесплатно довезли на автобусе, а на последней миле я и сам размялся перед матчем. Я думаю, потеряться в Казани просто невозможно. На каждом шагу стоят помощники, которые подскажут дорогу даже на французском. Продукты питания, вода, а также колющие и режущие предметы. Все это зрителям футбольного матча нужно оставить в специальной камере хранения. Ну и уже потом налегке можно отправляться наслаждаться футбольным матчем. Добро пожаловать в Казань на чемпионат мира по футболу. Даже после окончания футбольного матча футбольные болельщики не спешат уходить с Казани-арены. Французы ликуют. Они победили сегодня со счетом 2-1. Ну и конечно же, как этим ребятам добраться по домам, им сегодня подсказывают волонтеры. Но кажется, они уходить отсюда не собираются. Они просто счастливы. Наша сборная заслуженно победила. Видимо, ваш город принес нам удачу. Мы невероятно счастливы. Австралия и Франция выдали супер матч. А стадион и весь город в целом просто идеальны. Сергей Хайдаров, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Итак, победили сегодня футболисты Франции при поддержке своего экс-президента Николя Саркази. Сегодня он впервые в Казани встретил. И Кремль показал одному из главных болельщиков французов Рустам Миниханов. Даже предложил искупаться в Казанке. Что ответил Саркази? И за кого болел сегодня президент Татарстана? Обо всем об этом Салават Мухаммадуллин. Они как будто знали, французские болельщики заполонили Казанский Кремль. За считанные минуты до приезда сюда своего экс-президента. Крепкое рукопожатие с Рустамом Минихановым уже с первого шага. Президент Татарстана приглашает экс-президента Франции на смотровую площадку Кремля. Первый вопрос от Николя Саркази. Какая температура воды в Казанке? Но сегодня недоводных процедур. Все внимание к стадиону. Футбольный, хоккейный. Они отсюда как на ладони. Особое внимание гостя Рустам Миниханов обратил на восстанавливающийся собор Казанской иконы Божьей Матери. После мини-экскурсии разговор с журналистами. Ветерс смотрит на Казань и на Россию с таким удивительным событием, которым является чемпионат мира. Футбол это универсальный спорт, который должен позволить объединять. Французская команда, я считаю, серьезный фаворит на первую позицию. И я думаю, что господин Саркази не зря приехал. У него большие надежды. Но так как он приехал ко мне, мы будем болеть за Францию сегодня вместе с ним. И эта поддержка помогла футболистам сборной Франции. На глазах у своего 23-го президента они набрали первые три очка Мундиаля. Уже в губернаторском дворце Рустам Миниханов и Николай Саркази обсудили Казань и футбол. Экс-президент Франции. Болельщики с мировым именем и предложение искупаться в Казанке. И это только первый матч чемпионата мира в Казани. Впереди еще пять. В гости мы ждем таких грандов, как Испания, Колумбия и Германия. Словат Мухмадуллин, Марат Сейдгара, ФТНВ, Казань. Сегодня в Кремлевском манеже презентовали книгу французского издательства. Она называется «Отражение веры». Посвящена культовой архитектуре Татарстана. В иллюстрациях книги 20 самых значимых архитектурных памятников Казани, древних Болгарств, Вияжска и Раифа. Рустам Миниханов здесь же осмотрел выставку. В победе столько красоты она приурочена к чемпионату мира. На футбольной волне сегодня весь город. Те, кто не попал на стадион дома, тоже не остались. Аншлаг на фан-фесте у чаши и в спортбарах Казани. Кто-то специально ехал из соседних городов, а иностранные студенты радовались, что поступили в вузы именно в Россию. Кто в Казани делал ставки на Францию, а кто поддерживал австралийцев, поинтересовалась Лина Зинатольевна. Сосредоточили взгляд вместе с французским нападающим и тысячи болельщиков. Решили, чтобы посмотреть футбол за пределами стадиона, это, пожалуй, лучшее место. Площадка фан-феста сегодня похожа на импровизированный кинотеатр под открытым небом. Люди садятся прямо до щепу, а на экране премьера первый матч чемпионата мира, который принимает Казань. Валерий Плотников устроился как дома. Привел смотреть футбол всю семью и диван прихватил. А вот за кого сегодня болеть, каждый казанец решал до себя сам. Поддерживаю Австралию, потому что за них мало кто болеет, а они прикольные. Просто я посмотрел на болельщиков, они забавные. У меня вон дочка там сидит, она за Францию болеет, мелкая. И как семейного разлада нету? Нету, все хорошо. В рядах болельщиков казанцы от мала до велика приехали и из других городов, и даже стран. Мы за Францию, потому что там все дожди и такие. Я за Австралию болею. Почему? Мне кажется, это контингент далекий и нам близкий. В ритме футбола и иностранные студенты казанских вузов. Я рад, что я поступил, ну, чисто в России, потому что я получил chance, чтобы смотрел футбол. И если бы я не был здесь, то я не смотрел. Например, сейчас я болел на Франции, это моя команда. Это футбол 21-го лета. Смотрели его сегодня и в спортбарах. Дела были, и вот решил сюда заехать. Дома вроде скучно, смотреть. Здесь интересно. Билет не получилось на этот матч взять. На другой матч поеду, на Германию. Друзья пока на стадионе, здесь их ждут, смотрю. Всегда интересно, когда не фавориты, побеждают фаворитов. Поэтому болею за Австралию. Кроме того, у меня куча друзей австралийцев. Выиграть у не фаворитов сегодня не получилось, но футбольный праздник определенно удался. Лена Зинатульна, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Вот министр спорта Уругвая Фернандо Кассерас до игры успел заглянуть в пресс-центр чемпионата. Он высоко оценил уровень подготовки Казани и то, насколько спорт поддерживается руководством республики и страны. Его встречали царицы Суэмбике и мастера прикладного искусства. Гость осмотрел фотовыставку, посвященную футболу, а в подарок получил несколько книг об истории булгарского ханства, татарского народа и острого града Свияжск. Нас объединяет с Россией то, что спорт – это возможность для развития. В Казани мы увидели прекрасную спортивную инфраструктуру. Для уругвайцев футбол – это жизнь. Благодарим вас за возможность приехать сюда. Внимание к французам сегодня было приковано и в Иннополисе. В нашем Айтиграде французская компания Schneider Electric открыла центр инноваций. Это офис и лаборатория по разработке программного обеспечения для промышленности. Инвестиции около 1 миллиона евро. Уникальные технологии увидел и узнал, у кого в Татарстане уже есть спрос на них. Дмитрий Аринин. Такое оборудование для решения задач – инновационные сложности. Здесь будут писать программы для автоматизации, контроля и кибербезопасности промышленности. Мы, собственно, занимаемся решением проблем наших заказчиков. Есть некая задача по созданию какой-то аналитической обработки данных, по интеграции какой-то данных. Данный центр станет частью мировой сети научных лабораторий. Сейчас Schneider Electric представлена в 100 странах мира. Для открытия этого центра город Иннополис выбрали по нескольким критериям. Это инфраструктура мирового уровня, наиболее близкое расположение нефтедобычи, огромное количество потенциальных потребителей, опыт применения у них таких технологий, локализация в городе подобных производств, институтская среда и специалисты, что готовы работать в этом центре. Все сошлось как нельзя лучше, не скрывали на открытии. Рустам Мениханов, руководители французской компании, много шутили на тему языкознания. По-французски я кроме сова-сова ничего не знаю. Как будет по-французски доброе утро? Бажор. Бажор, а, это я знаю. Бажор. Рассказывали, что в татарском языке слова «назад» не существует. В Татарстане вы всегда идете вперед. Мы действительно вместе идем только вперед. Алха гел алха. По поводу работы центра планы серьезные. Его продукции хотят завоевать мировые рынки и задать новые технологические тренды. Уже есть покупатели в Татарстане. Мы уже работаем с ТАИФом, с основными игроками нефтегазового сектора. В этом центре мы будем не только создавать программное обеспечение, но и вместе менять отрасль, задавать новые тренды. Наши отношения с компанией «Шнайдер Электрик» переходят совершенно на другой уровень. Мы не только покупаем какие-то их продукты, решения. Мы сегодня вместе будем создавать и внедрять те новые разработки, технологии. Сейчас в центре будут работать 10 специалистов. Проект собираются расширять, инвестировав в ближайшие 5 лет как минимум 1 миллион евро. Дмитрий Айринин, Ирина Сафин, ТНВ, Иннополис. К другим темам. Он смотрел на мир с улыбкой, в любое событие мог превратить в рисунок. В Казани сегодня простились с Вячеславом Бибишевым. Известный художник-карикатурист уехал в Крым, чтобы представить свою выставку «Крым в моем сердце». Но сердце автора остановилось. На 55-м году жизни. О его жизни и творчестве Анны Городного. Это и вот к футболу как раз чемпионату мира мы тут делали выставку. Это одна из последних работ Вячеслава Бибишева. Узнаваемый почерк и знаменитая подпись. На столе творческий беспорядок. Вместе с Агиром Хакимовым торопились в Бахчисарай на открытие выставки. Веселый человек. Шутки рождались прямо у него с воздуха, вылетали из головы. Большая утрата для всей республики. Я бы просто похлопал, как артисты провожают. Он достоин самого-самого хорошего. Талант Бибишева признан на международном уровне. Он обладатель гран-при Габрского фестиваля. Это как получить Оскар у карикатуристов. 20 лет проработал в редакции газеты «Казанские ведомости». Сотрудничал с федеральной прессой. В истории газеты было время, когда местные газеты, все, не только «Казанские ведомости», исключили из киосков. Нам звонили читатели, жаловались, что газеты нет. А мы ничего не могли сделать. Тогда Слава нарисовал такой сатирический рисунок, что власти обратили внимание, и газеты вернулись. Есть художник, которому надо показать, разжевать, рассказать. А он сам со своими идеями, со своими рисунками приносил. Я обычно попадал в точку. Спи спокойно, мой мальчик. Проститься с Вячеславом Бибишевым пришли сегодня родные и коллеги. 14 июля ему исполнилось бы 55 лет. Был всегда манил кумиром, ну, из детства. Старший брат примером. Ну, был даже примером, педагогом замечательным. Педагогом не только для детей. Педагогом для своих коллег, для своих друзей. У меня остался самым хорошим, порядочным, честным, справедливым. Всегда защищающим в слабах. Мы перед ним иногда порой, как перед учителем, волновались. Потому что думаем, слава сейчас нас по-доброму уколет. Это всегда являлось стимулом к дальнейшему развитию. Научиться рисовать куда легче, чем смешно думать. Так говорил Бибишев и учил этому детей. В последние годы занимался педагогикой. Мечтал открыть центр юмора в Казани. Вячеславу Бибишеву похоронили на Арском кладбище. Анна Городнова, Андрес Интальцев, ТНВ, Казань. Ремонт. Сегодня на утреннем совещании в правительстве обсудили и ход сельскохозяйственных работ. В ближайшие 10 дней предстоит завершить первый укос трав, сообщил глава Минсельхоза. Он также отметил, темпы заготовок сейчас очень низкие. Из-за неблагоприятной погоды, из-за небольшого количества механизаторов, работающих на заготовке. Достойно отметить окончание посевной. В городах и районах республики сегодня Сабантуй. Завтра эстафету подхватят села. В Тюлечи на праздник съехались гости из семи районов республики. Хозяева Майдана вспомнили самые древние татарские обычаи. Нашлось место и Чулмек-Вату, и Барбек-Кареш. Через что из этого нужно было пройти, чтобы стать героем праздника? Об этом далее. Из повозок играет живая музыка, на селянах национальные костюмы. Этому обычаю не год и не два, а сотни лет. Если Сабантуй в Тюлечах, то он всегда начинается с парада конных упряжек. Это как бы наша общая традиция, и наши дедушки, и бабушки так ходили. Главный Майдан – самый центр праздника. Здесь выступают артисты, здесь же награждают передовиков. Традиционно на глазах всех гостей. Наш праздник проводит сам народ. Это народный праздник. Здесь можно увидеть все традиции и культуру народа, нашего народа, многосердного народа. За главную награду барана здесь борется изо всех сил. На Майдан в течение дня выйдут несколько десятков борцов. Другие, чтобы разбить горшок с завязанными глазами, тщательно считают шаги. Все почти как 20 и 30 лет назад, считают Аксакалы. Хорошо так организовываться, хорошо знать, что и пряски есть, и игры есть. Игры такие же, как и она есть. Кто сможет, тот заходит. Сабантой тем и славится, что попробовать себя можно в разных видах спорта. В беге, в мешках, например. Вновь с мешками, но уже в руках. Здесь тоже важны скорость и резкость. И на высоте, где важно держать равновесие и просто не бояться. Главная поддержка зрителя. Их не десятки, и даже не сотни. Организаторы утверждают, в этот раз на праздник приехали гости минимум из пяти районов. Мы сохраняем традиции нашего народа, и поэтому стараемся посещать этот праздник. Праздник дружбы и традиций. Сабантой в районах и деревнях сегодня как минимум до четырех часов дня. После состязания заканчиваются. Наступает время для вечерних народных гуляний. Рамиль Шайдулин, Александр Лобанов, ТНВ, Тюричинский район. Ну а завтра национальный праздник пройдет в Горно-Алтайске. Ожидается участие президента Рустава Миниханова. Гости праздника увидят богатые традиции и обычаи народов Алтая. Наш корреспондент Рамиль Шайдулин, побывавший в регионе до приезда гостей, даже научился готовить местные блюда. Его варят, жарят и коптят. Им угощают дорогих гостей. Сотни лет. Алтайский сыр – кулинарная визитка края. Местные сыроделы гордятся овечьим сыром, сыром курут, разновидностями швейцарских и российских сортов. А вот так делается известный сыр панир. На Алтае для этого достаточно сыворотки из молока и лимона. Она отжимается и становится похожа по консистенции на творог. Достаточно этой массе дать остыть, и все можно есть. Раз в год в горах созревают самые дорогие. Для кулинаров приправы – шафран и чабрец. Каждый уважающий себя повар запасается ими на год вперед. Ведь горные травы – половина успеха любого блюда. Вот ели когда-нибудь говяжий язык? Ну, на праздниках, да. Вот это что-то похожее. То есть это деликатес? По сути, да. Говяжьи щечки по древнерусскому рецепту тоже можно считать традиционным блюдом края. Ведь на один стол алтайцы одновременно могут выставить гостям и сметану каймак, и напиток чигень, и блюда по рецептам царской России. Главное – ингредиенты. Я же правильно понимаю, это все выращено именно в вашем крае, да? Да, это действительно все выращено. Значит, в нашем крае действительно свежайшие продукты, очень вкусные, полезные и с большим количеством витаминов. Барнаульская гречка, благовещенское масло – все местного производства. Сегодня алтайской кухней кулинары называют не только то, что здесь придумали, но и то, что приготовили из продуктов края. За столетия смешались традиционная русская и национальная алтайская кухни. Рамиль Шайдурин, Андрей Сентальцев, ТНВ, Алтайский край. И сегодня в Казани могли насладиться игрой музыкантов. В рамках культурной программы Чемпионата мира по футболу проходит международный фестиваль классической музыки имени Сергея Рахманинова «Белая сирень». Сегодня выступил известный пианист и любитель футбола Денис Мацуев. Мелодии футбольного праздника в нашем следующем репортаже. В этот вечер Денис Мацуев играл с особым вдохновением. На свое выступление он приехал после матча «Франция-Австралия» за кулисами музыкант в форме болельщика. Уникальная абсолютно атмосфера. Я был на открытии в Лужниках, я приехал сегодня сюда, и успели сходить на «Францию-Австралию». Это фантастический опыт единения именно людей. Я уверен, что и Казань, и другие 10 городов, которые принимают чемпионат мира, проведут на самом высшем уровне. На фестивале публику радовали рапсодиями на тему погонения Рахманинова и в стиле блюз Гершвина. Мне очень нравится Мацуев, его манера игры, его, так сказать, отдача. Меня как пианистку поражает его техника и выразительность в игре. Вот это интересно. И то, что фестиваль, и то, что обстановка такая хорошая на фоне начавшегося чемпионата мира. Фестиваль «Белый сирень» проходит в Казани с 2011 года. Классических музыкантов со столицы Татарстана сроднила еще дружба Рахманинова и Шаляпина. Что касается названия фестиваля, то считается, что поклонники Рахманинова после его выступлений дарили именно «Белую сирень». Надеюсь, что мы не перестаем удивлять, независимо от того, в каком году, в каком составе. Всегда это очень интересно. И куда мы шли. Это у вас с футболом так эмоции переполнили? Ну мы сегодня с утра, да, репетировали, потом были на футболе, потом снова репетировали. В этом году на фестиваль по приглашению маэстро Сладковского приедут известные дирижеры СССР Альварес, Тимур Зангиев и Кристина Поска. Прозвучат произведения великих композиторов в интерпретации пианиста Олья Мустонена, харизматичной пианистки Полины Осетинской. Фестивальные выступления будут идти до 7 июля. Рады Пархулин, Дмитрий Аринин, Рамзель Гарипов, ТНВ «Казань». В эти минуты на стадионе Мордовия-Арена, в Саранске, в матче первого тура в группе С сборная Перу против команды Дании. Счет на данный момент 0-0, мы следим за ходом игры и в целом за Мундиалем. Все репортажи этого выпуска можно увидеть на сайте нашей телекомпании, а также на канале YouTube. Сейчас прогноз погоды, я прощаюсь с вами до вечернего выпуска, он выйдет 21.30, до встречи. Здравствуйте. Теплый антициклон принес в Татарстан долгожданное потепление. Ночные и дневные температуры повысились. Подробнее после полезной информации. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваши желания. Успеете заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке республики ожидается около 20 градусов выше нуля, без осадков. На северо-востоке Нижнекамский, Набережных Челнах, Елабуге плюс 21, переменная облачность. На севере Татарстана, Менделинский, Агрызи, Менделеевский также около 21 градуса выше нуля, осадки не ожидаются. На северо-западе Варске, Кукомри, Болтаси температуры повысились до 22 градусов, без осадков. На юго-западе, Волгаре, Буинске, Држаном будет очень тепло, плюс 23, облачная погода с прояснениями. Для жителей центральных районов 17 июня будет пасмурно, без осадков, до 22 градусов выше нуля. В последующие дни температура продолжит повышаться, местами возможны осадки. Спонсор прогноза погоды клиника Фарм-Т. Лечение аденомы и простатитом по европейским стандартам без боли и операциям на израильском аппарате Термекс. Телефон в Казани 292-66-77. Клиника Фарм-Т. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292-66-77. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Волги. Звоните 561-08-81. О погоде в столице. В Казани днем без осадков, плюс 21, плюс 23. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 45%. Магнитное поле земли спокойное. Это вся информация о погоде. В студии была Лыла Латыпова. Хороших выходных в кругу близких. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok